Россия предлагает шаги по формированию мира в Карабахе. АЗ. ЭИЗИ, по мнению российского эксперта, очень важна цель Международного гуманитарного центра – возвращение к нормальной жизни людей, пострадавших в рамках военных действий. Одна из новых миротворческих инициатив России в Карабахе – Международный центр гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе. С такой идеей на днях выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, который предложил подключить к этому процессу Азербайджан и Армению. Глава МИД РФ напомнил, что с идеей создания такого центра выступил президент России Владимир Путин. «Мы предложили сделать этот центр международным, с участием Армении и Азербайджана. Сейчас обсуждаются практические вопросы такой инициативы, в ней, в ее реализации будут участвовать многие российские министерства и ведомства», – отметил министр. «Но какими именно функциями будет обладать данный центр, как передает АЗ?» Эйзи со ссылкой «На взгляд». Эйзи, по мнению российского политолога, кандидата исторических наук, главного редактора научного журнала Архонт Антона Бредихина, «Инициатива России по созданию подобного межведомственного и Международного центра по содействию в решении гуманитарных вопросов в Карабахе может только приветствоваться. Следом заведением российских миротворцев это будет следующий шаг по формированию мира и снижению конфликтной обстановки в регионе. Вместе с тем, очень важна цель центра – возвращение к нормальной жизни людей, пострадавших в рамках военных действий». Носят она, как подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Путин, и более глобальный характер. Благодаря деятельности центра исчезнет само понятие «Нагорно-Карабахский конфликт». Именно в этой связи к работе центра будут привлечены ответственные органы государственной власти Армении и Азербайджана. По сути, центр приобретет и формат площадки по дальнейшей нормализации отношений между странами. Думаю, что исходя из направления работы центра, данный опыт будет применяться и в других горячих точках постсоветского пространства. Особую роль создание центра приобретает на фоне актуализации «Нагорного Карабаха» в международной повестке дня. Принятие резолюции о признании его независимости во французском парламенте, призыв Пашиняна к Макрону о необходимости признания его во всем мире, визите немецких депутатов в Степанакерт с одной стороны, визит итальянских депутатов в Генжу и Агдам и вице-президента французско-азербайджанской межпарламентской группы «Дружбы» Жерома Ламбера в Баку с другой стороны, подчеркнул российский политолог. В таких условиях, по мнению А. Бредихина, нужны последовательные шаги по нормализации конфликта, недопущение его эскалации и вовлечение в него внешних акторов. Именно поэтому инициатива России, скорее всего не последняя, станет важным шагом для всего Южного Кавказа. Как все будет выглядеть на практике? Видимо, будет разработана специальная стратегия и план мероприятий к ней. На основании нее будет осуществляться комплекс мероприятий по нормализации ситуации в регионе в целом. Фактически это будет важный элемент и политические нормализации отношений между странами. По всей видимости, тут будут решаться, как локальные гуманитарные вопросы, так и приниматься глобальные стратегические решения, отметил А. Бредихин. Продолжение следует...